Узбекистан открывает границы для американских инвесторов. Переговоры президента Мерзиёева с Дональдом Трампом. Расскажем, означает ли это ослабление позиций Москвы. США готовы ввести санкции против газопровода «Северный поток». Что скажет Европа и кто от этого может пострадать? Экс-заместитель министра культуры Мединского задержан по подозрению в хищении почти полмиллиарда рублей. Произошло это за сутки до утверждения правительства России. Кто платит Русскому Союзу в Латвии? Расследовали, на чьи деньги существует организация, протестующая против перевода латвийских школ на национальный язык. Здравствуйте, я Тимур Олевский. Одна из главных мировых новостей – первый официальный визит президента Узбекистана в США за 16 лет. Президент Дональд Трамп похвалил Ташкент за проведение реформ в сфере прав человека. Узбекистан – страна, которая с года в год занимала нижние строчки в рейтинге различных свобод. Например, 165-е место из 180 возможных по уровню свободы слова. Это оценка организации «Репортеры без границ». В 2017 году Freedom House отмечает при этом улучшение ситуации с правами человека. Это при новом президенте были освобождены несколько политзаключенных. Шавкат Мерзиоев стал главой государства полтора года назад. И вот президент Узбекистана совершил свой первый официальный визит в Вашингтон к Дональду Трампу. Узбекистан – самая многонаселенная страна Центральной Азии. В 2017 году ВВП страны вырос на 5%. Она лидирует по добыче природного газа в регионе, имеет крупнейшие запасы золота и урана. Но главная статья экспорта для Узбекистана по-прежнему хлопок. По крайней мере, очень существенная статья экспорта, за которой Ташкент регулярно критикует правозащитники из-за использования принудительного и детского труда. Международная организация труда в этом году провела 3000 интервью с жителями Узбекистана и заявила, что в стране принимаются меры по прекращению практики принудительного труда, а использование детского труда полностью прекращено. Директор крупнейшего в стране госпредприятия Пакста-Сануат Ренат Гуляев рассказал, что Узбекистан сократил почти на четверть объем экспорта хлопка за счет развития собственного тканного производства. Весь торговый баланс Узбекистана составляет 25 миллиардов долларов. Воз и вывоз товаров делится примерно поровну. Главные внешнеторговые партнеры страны — Казахстан и Россия. Но покупает Узбекистан в основном в Китае. КНР на первом месте по товарообороту. Узбекистан продает оборудование для электроэнергетики, трансформаторы и аккумуляторы, провода и котлы. Это почти 40% экспорта страны. Еще 20% — продукция химической промышленности. Цветные и черные металлы занимают в экспорте такую же часть, а зерно и фрукты — по 10% от общего объема экспорта. Отдельной строкой можно выделить экспорт рабочей силы из Узбекистана. В год управления Ислама Каримова большинство трудовых мигрантов работало в России. По данным российского МВД, в последний год жизни Каримова в России трудилось почти 2 миллиона граждан Узбекистана. Новый президент объявил курс на возвращение рабочих рук домой. Визит Шавката Мерзеева в должности президента в США не первый. В прошлом году он прилетал в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН. Тогда репортеры BBC подметили, что лидер Узбекистана прилетел не на государственном лайнере, а на самолете российского олигарха Алишера Усманова. Официальный визит Мерзеева в Вашингтон начался во вторник, и почти сразу стало известно, что американские и узбекские компании подписали контрактов на 4 миллиарда 800 миллионов долларов. На что надо обратить внимание на встречи между Шавкатом Мерзеевым и Дональдом Трампом? Узнаем прямо сейчас. Приветствую тебя. Приветствую Алишер Сиддик, глава... Спасибо. Как правильно сказать? Узбекской службы радио свободы или радио... Озотлик. Озотлик. Давай так и называть. Узбекская служба радио свободы. Хорошо. На что нужно обратить внимание, на твой взгляд, в этом? Визите вот прямо вот... Ну вот ваши уже, как сказать, операторы обратили внимание, одно из главных достижений, что у них хватило и ума не прилететь на самолете российского олигарха Алишера Усманова. А он действительно летает все время на нем? Это было так, и очень было странно. Представляете, Путина, прилетевшего на самолете Дерипаски, допустим, куда-нибудь там, в Нью-Йорк, или там... Это какой был бы скандал, да? А здесь как бы летает и не чувствует за собой никакую ответственность. Ну, потом, кстати, они сказали, что это было на коммерческой основе, он арендовал самолет узбекской стороне. Потому что у Узбекистана как бы... Ну, когда президент Узбекистана прилетает на самолете, который носит официальное имя Бурхан, создается впечатление, что Алишер Бурханович Усманов имеет какие-то особенные преференции в Узбекистане. И там, наверное, уже сейчас у него миллиарды бизнеса. Это так или не? Вот было очень смешно, когда появилась статья о том, что Алишер Бурханович больше как бы играет роль такой зазывалы инвесторов, да? То есть сам вкладываться он пока не торопится. Более так вот, в таком плане. Чтобы вот давайте больше инвесторов приходите, я вот здесь, я ему верю, это мой человек. Но в плане того, чтобы он сам вложился, такой информации нет. Ну, не считая какие-то отдельные вещи, как реновация города Бухары, где они фактически сломали старую часть города, историческую, в рамках этой реновации. Это как бы скандальная история немного связана с этим. А если президент новый, ну, для Узбекистана достаточно новый полтора года, не срок по сравнению с 60 годами Каримова, а летит в Америку, означает ли это, что, я не знаю, все изменится в жизни граждан Узбекистана? Кока-кола появится в экранах, и вообще просто страна станет, я не знаю, чуть более открытой в конце концов. Вообще вот у вас тоже, я заметил, контрактов на 4,5 миллиардов, вы сказали, да? Вот этих контрактов мы не видели. Я не знаю, откуда у вас такая информация, потому что... Это мировое информационное агентство сообщает и говорят о том, что это подписано только вчера. Ну, то есть, может быть, вы их не видели? Контрактов, да, прям вот. Потому что они на прошлой неделе встречались с Эрдоганом, там контрактов на 5, там, на 4 миллиарда. Уже там разница между 2-3 миллиардами у них просто, это не деньги, да? С России там чуть ли не на 16 миллиардов было. Что-то вот даже золотого, долларового дождя не ощущается. А куда приходят эти деньги? Скорее всего, это просто пропаганда, потому что, на самом деле, речь идет о каких-то меморандумах, о каких-то... Так, вот это вот очень важно. Да, о каких-то просто благих намерениях, если все будет хорошо, в будущем подписать какие-то контракты, которые будут равны такой-то сумме. Подождите, но Каримов совсем недавно, еще в 14-м году при жизни, при его, пытался всеми силами, чуть ли не с полицией, милицией, возвращать людей для того, чтобы они работали в Узбекистане. Может быть, это все было делано для того, чтобы занять рабочие места, которые внезапно появились в стране? Внезапно в рабочие места оказалось, что не появляется этот очень сложный механизм. Но вот этого золотого доллара дождя нет. Пока не пролился. Это не пролился. И в репортаже, кстати, было очень интересно, что ваш корреспондент посчитал, что одной из главных статей экспорта — это хлопок. Это я так думаю. Да, но все равно главная статья экспорта — это мигранты. Об этом мы поговорим через несколько минут. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в студии. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев уже встречался с президентами США и России. Мы послушали, что узбекский лидер говорил Путину, что говорил Трампу. А теперь предлагаю вам самим оценить, кто из двух стратегических партнеров Узбекистана, по мнению Мерзиёева, чуть более стратегический. Господин президент, я благодарен вам. На самом деле, сегодня эта встреча историческая. Америка с первых дней нашей независимости. Всегда поддерживала нашу независимость, наш суверенитет и территориальную независимость. Мы очень благодарны за это Америке. Я хочу еще раз выразить искреннюю признательность уважаемому президенту Владимиру Владимировичу Путину за приглашение посетить Российскую Федерацию с государственным визитом, а также радушный прием и гостеприимство. Я поздравляю вас. После выбора президента Америки достигнуты очень большие результаты в экономике. Принятая вами историческая налоговая реформа, создание новых рабочих мест, это дает результат вашей личной работы ради американского народа. Я согласен 100%. Я согласен на все 100%. Мы в Узбекистане высоко ценим отношения стратегического партнерства и союзничества, установившихся между нашими странами. И приложим все необходимые усилия, чтобы поднять их на качестве новый, еще более высокий уровень. Ваше историческое послание бизнес-форума в Нью-Йорке дали очень ощутимые результаты, и всему этому служит то, что мы сегодня с вами встречаемся. На самом деле, сегодняшняя атмосфера доверительности и откровенности, и это имеет очень серьезную почву в наших взаимоотношениях. Я еще раз вам благодарен за такой теплый прием. Большое вам спасибо. Он живет в Ташкенте, но учился в Великобритании. Вообще, в этом списке почти все молодые люди, бизнесмены и молодые чиновники Мерзеевского и до него призыва получили образование за рубежом. Для кого Шавкат Мерзеев устроил в Узбекистане оттепель? Я спросил сегодня у эксперта сетевого аналитического проекта «Билл Брейнс» Рафаэля Сатарова. Вот этот вопрос очень сложный, потому что оттепель пока исходит от одного человека, а не от множества. То есть все это благодаря только одному Мерзееву. Элита, как она была во время Каримова, инертной, пассивной и более репрессивной, она так и остается. И Мерзеев пытается изменить людей, я имею в виду его окружение, его высшее руководство, тех, которые уже невозможно изменить. А почему он не может от них просто отказаться? Замены нет пока. Достаточно не сформированные элиты. Плюс они все друг на друга завязаны очень сильно. Там родственные связи, это я как именую неофеодальный авторитаризм. Когда брачные связи, УЗы формируют и влияют на развитие карьерного роста того или иного человека. Они все друг на друга повязаны. Они все связаны между собой родственными связями, деловыми связями какими-то. А у него, кстати, есть у Мерзеева какая-то финансовая база, которая бы могла ему позволить чувствовать себя независимым или нет? У него есть финансовая база, родственники у него достаточно сильные, плюс сваты, как я сказал. У него есть очень множество племянников и племянников. А есть в обществе такой запрос, условно говоря, если ты родился в Узбекистане, тебе 20 лет, и ты не хочешь ехать в Россию работать, то что делать тогда? Езжать в столицу или поступать на учебу, либо жить с хэштегом «Пора валить». То есть в Турцию, в Англию, туда куда-то? Турция, Англия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Россия и Америка. Кстати, раз уж мы заговорили про Америку, то тогда, собственно, логичный вопрос. А Шавкат Мерзеев, на ваш взгляд, в Америку прилетел зачем? Ну, он анонсировал финансо-экономическую реформу и реформу социально-экономической жизни. Для этого нужны ему финансовые ресурсы. И он понимает, что такие ресурсы он может получить кредитом или грантом, благодаря инвестициям. И он понимает, что в международных финансовых учреждениях роль в Соединенных Штатах очень огромна. И он желает получить какие-то инвестиции, поддержку Америки на запрос узбекской стороны, на кредиты со стороны Всемирного банка, МВФ. Как вот Садык Сафаев выступал в Atlantic Council, у них вообще цель еще изучение, внедрение американского делового опыта и культуры, развитие предпринимательской среды, среднего и малого бизнеса. И им нужна поддержка и прибер Америка. То есть они хотят сразу перепрыгнуть лет через 30? Ну, у узбекских политиков всегда был такой максимализм. Они всегда мечтали достичь какие-то результаты очень в коротком временном разрезе. И из-за этого, да, здесь я вот когда общался, сталкивался с ними, с делегацией. У многих там стремление капитализировать свой энтузиазм, свою эйфорию. То есть желаем, мы вот делаем, давайте поддержите. И чуть ли вот выступал от парламента, от имени парламента Акмаль Саидов, одиозный такой человек. Ну вот он выступал и говорил, если послушать его, что в Узбекистане уже наступила парламентская культура, парламентаризм развит. И узбекский парламент начал играть куда больше сильную роль, чем во время Каримова. И вот они, вот этот свой энтузиазм, свой какой-то эйфорический настрой пытаются здесь капитализировать. Пытаются здесь впечатлить, что они такие же демократы, либо представители открытого общества, как и американцы или западные представители. Понятно. Но Трамп, президент Трампа, он же в прошлом бизнесмен. То есть ему-то, наверное, что-то нужно тогда от Азбекистана, раз они встречаются. А что может быть нужно США в Азбекистане? Ну, здесь уже, допустим, в политическом плане ухудшается ситуация на Северном Афганистане. И плюс снова восстановить северный маршрут по вывозу натовских грузов. В марте этого года в Астане прошел саммит пяти стран Центральной Азии. Впервые на него не пригласили президента России Владимира Путина. Но обсуждали визит Шавката Мерзиоева в США. Значит ли это, что регион отворачивается от Москвы? Алишер Сидик продолжает с нами обсуждать эту тему. Алишер, значит ли, что регион отворачивается от России? Или это... В регионе оказалось, так вот, Шавкат Мерзиоев, такой вот рок-звезда, да, который... И Мали Рахмон сказал, что я завидую вашей популярности. Да, он как бы рок-звезда. Оказалось, что когда старый умирает, что замена есть. Это был какой-то миф, что замены нет. А замена просто даже его самый близкий, как сказать, пример, который все делал, все эти его... Каримова, мы сейчас говорим. Да, да, он выполнял все его поручения, его... Исполнял все его приказы и, как бы, постановления, да, то есть человек, который именно это делал... Стал главный, да, то есть тот умер, этот стал главный. И теперь, как говорят по-английски undo, да, то есть делает то же самое, только наоборот, да. Ах, вот как. То есть все, что Мерзиоев пытается сделать, это то же самое, только наоборот. Если тот с кем-то поругался, он пошел, ему руку пожал. Если кто-то с кем-то поссорился, он пошел там... Если тот открыл, этот закрыл. Вот чисто вот на таком уровне. Но мы попозже поговорим о внутренней политике. Я сейчас хочу вернуться к России. Что знают, наверное, в России все? Это что из Узбекистана приезжает очень много людей на работу. Многие стараются остаться так или иначе. И цифры действительно впечатляют, там, миллионы человек работают. А значит ли это, что все останется как есть? Я думаю, что значит. И даже более того, если Каримов, как вы говорили, пытался вернуть, хотя бы на словах риторические, и называл их вообще бездельниками, да, кто там ходит. Да, у него это самый главный его, может быть, тезис Каримова, что все, кто в России, это люди, которые пошли за легким рублем бездельники дармоеда и подметают улицы этих русских. Типа, да, вот такое вот. А сейчас Мерзиаев говорит, ну, знаете, они же тоже должны жить, типа, да, давайте им что-то поможем. То есть он не стремится, чтобы все эти люди вернулись к гражданам из Узбекистана и из России? Да, потому что если взять объективно, как я уже сказал, основная статья экспорта, это мигранты, они привозят домой столько денег, это больше, чем нефть, газ, хлопок вместе взятых. Ах, вот как? То есть вы просто откройте, посмотрите, сколько мы получаем от хлопка, это миллиард, меньше миллиарда. От газа, сколько и нефти, ну, там, ну, 2-3 миллиарда. А только мигранты, только то, что Банк России, там, Центральный банк может подтвердить, это достигало 6 миллиардов в какой-то момент. Сейчас 4 миллиарда. Тоже много. А это значит, что перераспределяется рынок труда куда-то в другие места. Это реальные деньги, которые приходят в экономику, наливают просто вот этот вот долларовый дождь. Подождите, но это важный вопрос, хочу понять. Вот старшие братья, старшие братья уехали, а младшие что, живут и ждут, что тоже уедут? Или у них есть какие-то планы внутри страны? Абсолютно, внутри, как бы, если где-то есть работа, вот там узбек есть. Вот так. Работа есть в России, в России будет плохо, извините, санкции будут усугубляться, экономика будет ухудшаться. Киргизстан, Китай, Турция. Только это будет влиять на уменьшение потока мигрантов. Спасибо большое, мы вернемся к этому разговору. В Узбекистане было всего два президента. Первый, Ислам Каримов, правил страной 16 лет, пока не умер. Шавкат Мерзеев при Каримове был премьером. Президентом стал он в декабре 16-го, набрал почти 89% голосов. Ренат Давлитгильдеев и Андрей Цыганов об Узбекистане до и после. Он, конечно, не был узбек-баши с золотыми памятниками по всей стране. Более того, местные, конечно же, подконтрольные власти СМИ восхваляли национального лидера за то, что в отличие от соседей Туркмении и Казахстана он обошелся без культа личности. Но вся власть была сосредоточена в руках его и его семьи. А правил Каримов немало, 27 лет. Забавно, что именно столько составляет и средний возраст в Узбекистане. Едва придя к власти, Каримов столкнулся с религиозными беспорядками в Ферганской долине. Затем всю свою политическую жизнь жестоко боролся с любым намеком на исламизм. Но о бандижане позже. Один из рекордсменов по президентским рейтингам, что не выборы, то непременно 90 с лишним процентов, что ваша Чечня. И если в России главный лозунг «Не хотите лихих 90-х, голосуйте за Путина», то там или Каримов, или ИГУ – Исламское государство Узбекистана. Максимальная светскость и изоляционизм – модель, самодостаточность и поиск узбекских ценностей, которые на практике, впрочем, заключались скорее в запрете Дня Святого Валентина, Нового Года и хип-хопа. А никаких вам бейсболок, в общем, носите тюбетейки. Почти сразу Мерзиёев огласил свой план из пяти пунктов. Улучшить строительство, обеспечить верховенство закона, развить экономику, развить социальную сферу и обеспечить толерантность, вести конструктивную внешнюю политику. Заметили? Чего-то не хватает. Слово «демократия», например. А раз ничего по этому поводу не обещал, так и не надо удивляться, что в правительство новый президент привел своих людей и избавился от всех каримовских. Родственники Мерзиёева участвуют в самых прибыльных бизнесах в стране. Банки, производство, нефтянка – везде теперь мерзиёевские. Сын президента – Даврон, по данным независимых СМИ, контролирует энергетику Узбекистана. Нелегальные оппозиции, ненезависимых медиа – огромный силовой аппарат. И вертикаль власти в стране Каримов построил абсолютно по советскому опыту. Ситуация с правами человека не исключение, инакомыслия, каралась тюрьмой. Начал Каримов со своего первого же противника на президентских выборах 91-го года. Поэт Мухаммад Салих по независимым подсчётам выиграл, по официальным данным получил 12% голосов. Был тут же арестован под давлением общественности, отпущен на свободу, а затем бежал. Демонстрацию, в основном студентов, в его поддержку расстреляли соратников, распихали по тюрьмам. Огонь по недовольной толпе Каримов открывал не раз. Самый кровавый момент в управлении – событие в Андижане. Армия тогда расстреляла мирную демонстрацию. Погибли, по данным властей, 187 человек. Правозащитники говорят о 500-х. Сотни людей оказались за решёткой. Чтобы сразу расставить точки над вот этой буквой из узбекского алфавита. Про соблюдение прав человека в плане Мерзиёева тоже ничего нет. Есть только что-то про религиозную толерантность и межэтническую гармонию. Возможно, для соблюдения гармонии этой все в Узбекистане, независимо от этноса, по-прежнему обязаны собирать хлопок. В 2017-м президент лично призывал прекратить это безобразие. Но через несколько месяцев граждан опять вывели в поля. Кстати, правозащитники обвиняли Мерзиёева в том, что в 2000-м году он лично избил учителя математики за то, что его ученики слишком медленно собирали хлопок. Через пять дней после избиения педагог якобы скончался. Проверить эту информацию трудно, но есть другие примеры. Полина Браунерк – адвокат. Мурат Джураев – бывший политзаключённый. У обоих были серьёзные проблемы со здоровьем. Но им власть Узбекистана вовремя не дали выездных виз для лечения за границей. Оба скончались. А это писатель-диссидент Нурило Атаханов. Решил последовать призыву нового президента и вернуться на родину в Узбекистан после двух лет жизни в Турции. На него надели наручники прямо в аэропорту Ташкента. Обвинили в пропаганде экстремизма. Позже отпустили, но обвинения не сняли. Хотя с момента прихода Мерзиёевых власти более 10 диссидентов всё-таки выпустили из тюрем. При Каримове такого не было. Если ты хочешь чуть больше, чем торговать на Восточном базаре, нужно быть приближённым к власти. Бизнес в стране, если он выше среднего, контролировался правящим кланом. А особо важное направление лично семьёй Ислама Каримова. Пока в стране каждый третий был за чертой бедности, не в состоянии купить мешок картошки, в том числе и потому, что она регулярно была в дефиците, в руках ближайшего окружения президента оказывались сосредоточены все ключевые активы. До ссоры, достойной Шекспира с отцом, одним из таких кошельков семьи была Гульнар Каримова, старшая дочь президента. В какой-то момент преемница. Через фонды и западные счета из страны в её интересах выводились миллиарды долларов. Покупалась элитная недвижимость в Швейцарии, Франции и США. После опалы Гульнара потеряла всё. Сперва ещё при живом отце попала под домашний арест, а с прошлого года и вовсе в тюрьме. Среди активов Гульнары, любящей светскую жизнь, были издательские дома, звукозаписывающие студии и даже узбекский завод Кока-Колы. Простому узбеку, чтобы купить баночку, нужно было по 12 часов примерно проработать на хлопковом поле. Появится ли кола в узбекских магазинах, ещё вопрос. Но при Мерзиёве у каждой семьи должны быть яйца. 10 штук и 40 на продажу. Куры, козы и лимоны в каждую семью. Таков был первый шаг Мерзиёва по борьбе с бедностью. Не сработал. Но на малообеспеченные семьи первый раз за десятилетия вообще обратили внимание. Ещё новые власти облегчили частным организациям доступ к доллару, а гражданам позволили торговать в валюте. Европейский банк реконструкции и развития, впечатлившись, открыл офис в Ташкенте. Местная молодёжь узнала слово «стартап», но пока не знает, что с ним делать. В страну пришли крупнейшие мировые корпорации. Made in Узбекистан. Скоро может быть уже не только про Деонекси. Изоляционизм Узбекистана при Каримове не только национальная идея, но и главная забава внешней политики. Правда, точнее это было бы назвать не вам и не нам. Все крупные державы обхаживали Каримова и Китай, и США, и Россия, но он одной рукой мог подписывать договоры о размещении в стране военной базы США, а другой о повторном вхождении Узбекистана в УДКБ. Правда, сейчас нет уже ни первого, ни второго. Он опасался и имперских амбиций Путина, и западной демократии, но хотя обещал оставить после себя страну цветущий сад, завещал бедное государство, зависящее от трудовых мигрантов и их денежных переводов. Президент Мерзиёев предложил отменить выездные визы, которые существовали в стране с советских времён. Но решение вопроса отложили до 2019 года. Мерзиёев заявил, что ослабит визовые ограничения для иностранных туристов, но придётся подождать до 2021 года. Мерзиёев заявил, что нужно открыть границы с соседними странами, Таджикистаном и Кыргызстаном, и открыл. В страну потекли товары и деньги, а ещё мировые политики. У Мерзиёева сейчас каждую неделю встречи и официальные визиты. Либо он встречает, либо его. Таким открытым, пусть даже на первый взгляд, Узбекистан не был никогда. У Шавката Мерзиёева действительно есть шанс войти в историю, как узбекский Пётр I, который прорубил окно в цивилизованный мир. Но шанс, что это окно, в конце концов, завесит всё тем же старым ковром, но с новой фотографией остаётся. Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Это Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Казахстан. А с недавнего времени и Узбекистан. Узбекистан не только присоединился к этому проекту, но и накануне поездки в США президент Турции Раджеп Таипердаган прилетел на два дня к Мерзиёеву в Ташкент. А потом они вместе отправились в Бухару. Что всё это значит? И можно ли эту оттепель оценить в деньгах? Глава радио Задликали Шерси Диксона в студии опять. Можно ли оценить эту оттепель в деньгах? Оценить. Можно? Да. Оценить. Ну, опять, то же самое, такая же ситуация. Мы говорили с большими крупными турецкими инвесторами, некоторые жалуются, некоторые тоже с опаской на это смотрят. Интересно, там было несколько эпизодов, когда крупные компании давали свой бизнес-план, чтобы внедрить, чтобы ввести инвестицию. А через какое-то время им говорили, что это нам не подходит. А этот бизнес-план, который они давали, выдавался другим турецким компаниям, ну, как сказать, подставным турецким компаниям, куда вводились узбекские деньги обратно как бы от страны. Подождите, это же деньги, которые вводятся-выводятся, но их подделать-то всё равно это надо. Да, но интересно было, что они, честно сказать, были поражены тем, как, нафига они воруют их бизнес-планы. То есть, вот этот бизнес-план, который предоставлен, вдруг начался реализоваться... Интеллектуальная собственность ушла немножко в другую сторону. Для них этот момент был шоком, для некоторых. А в целом, опять, миллиарды, 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 а в реальности получили кредит у одного из турецких банков, там, сколько это, 300 миллионов, вот это вот этим всё и... Странно, мне казалось, что стране нужны деньги иностранные. Деньги, деньги как бы... Власть нужнее, видимо. Да, там, как в России, может быть, денег много, но всё равно, так как скорость воровства не прекращается... Тогда как быть с Трампом? Что же тогда? Его же нельзя будет обмануть. С Трампом сам был бизнесмен. Почему же он сам лично не построит свой, там, Трамп Тауэр в своё же время? Почему же им, этим американским компаниям всегда нужен due diligence на всех этих родственников и на всё? Да потому что они же понимают, что в итоге они окажутся возможны в такой же ситуации, как шведская Теля Санера, которая сейчас, которая ввязалась в семейные эти... Это те большие коммуникационные компании. ...коррупционные схемы и в итоге выплатила почти миллиард долларов убытками... Своим акционерам, да, да, в министерство финансов и так далее, ну, министерству, Минфину... Узбекистана? Нет, нет, в Америке же оштрафовали всех, оштрафовали и МТС, ну, ещё штраф ещё там стоит. Все компании, ну, которые вот делали дела, вошли в Узбекистан, это им настолько дорого обходится, допустим, в случае Теля Санера. В итоге этого скандала они должны были вообще покинуть весь евроазиатский регион и сконцентрироваться, вернуться в свою Швецию, на свою маленькую территорию. Хорошо, последний проект, который, очевидно, наверное, заработает транзит. Он получится, транзит военных грузов через Узбекистан? А он есть, он как бы... Этому транзиту Каримов никогда и не мешал. Не мешал. Каримов вообще не мешал американским проектам. То есть, он что, не противился бомбить Афганистан через свою территорию, он не дал военную базу? Да, её прекратили, потому что его задело, что, по его мнению, он разогнал экстремистов, а его за это ещё поругали сильно. То есть, ну, в принципе, что он не дал Америке? И что... И что Шавказ Мерзеев не даст Америке? Мерзеев может ещё дать... Ещё может предложить США. Выходит, что всё, что есть, предложил, если верить вашим словам... Ну, если Америке не нужны поставки по яйцам, то как бы... Фруктов. Ну, яйца у нас в каждом доме, если будет по 50, то нужно же будет продавать их. То есть, кроме этого, ничего. Хорошо. Хорошо. Хорошо, тогда будем следить за тем, что привезёт Мерзеев из Америки. Может быть, он что-нибудь расскажет про 4,8 миллиарда долларов. Спасибо большое. Спасибо. За день до утверждения нового правительства Дмитрия Медведева Средственной комитет России задержал экс-заместителя министра культуры Мединского. Григория Перомова подозревают в хищении минимум 450 миллионов рублей. Речь о госконтракте на строительство новых зданий Эрмитажа. Юрий Баранюк расскажет всё, что известно к этому часу. В Государственном Эрмитаже, вот он за моей спиной днём, информацию о хищении почти полумиллиарда рублей при строительстве новых зданий музея не комментировали. Что мы знаем? 450 миллионов – это сумма госконтракта. И за эти деньги должны были построить несколько зданий. У Государственного Эрмитажа действительно много площадок в разных районах Петербурга. А учитывая размер фонда Эрмитажа и масштаб проектов, нужны новые площади для полноценной работы. И вот по версии следователей СК и ФСБ новые здания на деле не были бы построены. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали бывшего заместителя министра культуры Российской Федерации Григория Перумова и фактического руководителя группы компании Роспан Никиту Колесникова. Еще одним фигурантом является директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо. По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть денег, по версии Следственного комитета, уже была перечислена на счета фирм под контрольным фигурантом дела. Вчера и сегодня дома подозреваемых обыскали. Для Григория Перумова, бывшего заместителя министра культуры Владимира Мединского, это уже не первый арест. В 2016 году его судили за хищение 164 миллионов рублей. Это было так называемое дело реставраторов. Выделялись деньги на реставрацию объектов культурного наследия и их похитили. Мединский за своего подчиненного сначала заступился и даже был поручителем. Но депутаты Петербургского ЗАГС Собрания тогда потребовали отставки Мединского. Он в итоге отказался от публичной поддержки Перумова. Более того, Минкульт подал иск фигурантам дела о возмещении ущерба. Ущерб возместили. Перумова приговорили к полутора годам тюрьмы и освободили в здании суда. И вот теперь новое задержание. А в Москве полиция задержала ведущую YouTube-канала «Навальный лайф» Елену Малаховскую. Против нее возбудили административное дело по статье «Нарушение правил проведения митинга». В начале мая она вела эфир на YouTube-канале оппозиционного политика Алексея Навального во время всероссийских протестов. Малаховская успела сегодня опубликовать видео своего задержания. Елене Малаховской предъявили обвинение по статье 20.2 и пока отпустили. Когда состоится суд, еще неизвестно. Кроме того, сегодня задержали главу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге. Дело Юрия Кузьминых также связано с митингом 5 мая. А позавчера за организацию акции «Он нам не царь» был арестован и сам Алексей Навальный. Он получил 30 суток административного ареста. Митинги, о которых идет речь, проходили по всей России перед инаугурацией Владимира Путина 5 мая. В общей сложности на них было задержано почти 1600 человек. США готовы ввести санкции против российского проекта газопровода «Северный поток-2». Они связаны с законом о противодействии противникам Америки. Документ принят Конгрессом за аннексию Крыма и вмешательство России в предполагаемом вмешательстве в американские выборы. Закон позволит правительству США принимать меры против любых российских энергетических проектов. В Вашингтоне считают, что «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от России. Газ должен пройти по дну моря Балтийского в обход Украины. Но кроме того, в аппарате госсекретаря еще опасаются, что во время строительства Россия установит разведывательное оборудование в Балтийском море. Против строительства также выступает и Украина. Она лишится примерно полутора миллиардов долларов. Сейчас эти деньги страна получает за транзит российского газа через свою территорию. Я напомню, что такой «Северный поток» — это газопровод из России в Германию, по дну как раз Балтийского моря. И источники «Олл-стрит-джорнал» утверждают, что президент Трамп на встрече с канцлером Ангелой Меркель в апреле говорил ей, что Германия должна прекратить участвовать в проекте «Северный поток-2». И даже пообещал поговорить о таможенных пошлинах на европейские сталь и алюминий. Их Вашингтон должен ввести с 1 июня. Но вот сегодня заместитель помощника госсекретаря США Сандра Уткерк заявила, что «Северный поток-2» грозит Америке шпионажем. Россия установит на нем следящее оборудование. Возможно ли это следить из трубы за подлодками? И может ли США действительно вести санкции против «Северного потока»? Я спросил у управляющего партнера компании «Рус Энерджи» Михаила Крутихина. «Об этом уже были всякие разговоры, когда шведы так страшно боялись, и немцы боялись, что вместе с «Северным потоком-1» какой-то незаконный кабель оптический проложат по дну и так далее, и так далее. Там много всяких спекуляций. Это и контрольные просто для этого, для безопровода или нефтепровода. И, естественно, заодно проложат в то же место, в ту же траншею, фактически какой-то кабель связи или еще что-то. Я думаю, тут какие-то отчаянные последние шаги, у которых сразу несколько причин. Во-первых, в законе о санкциях Трампу поручено, именно поручено, что-то делать в отношении «Северного потока-2», но только по согласованию с европейскими партнерами. А европейские партнеры в данном случае это в основном Германия. И вот сейчас и идет как раз такое... Ну, Германии очень выгодно это, то есть полностью бесплатно получить еще один канал поставки газа и превратиться в главный хаб по распределению европейского газа в северо-западное и в центральной Европе. То есть немцам это замечательный совершенно проект для них, бесплатный тем более. Можно еще сказать, что Австрии этот газопровод очень выгоден. А вся Европа, она, естественно, больше ее заботит производство стали и алюминия, которые надо продавать, в том числе и в Соединенных Штатах. Вот тут трудно сказать, что из этого получится. И насколько это блеф с американской стороны, или наоборот они серьезно предлагают размен. Вот еще одна новость, которая приходит из Государственной Думы. И, возможно, она касается, кстати, Алексея Навального, про которого я вам сегодня уже рассказывал. В Думу внесен законопроект об уголовной ответственности за злостное неисполнение требований, а прекращение распространения информации. То есть, если суд российский постановил какой-то контент из интернета удалить, как недостоверный, а человек такой, как, например, Алексей Навальный, не удаляет фильм, например, такой, как «Он вам не Димон», то за это по закону, если его примет Дума, он должен заплатить штраф в 200 тысяч рублей, а может и отправиться за решетку на срок до двух лет. Пока еще Госдума этот закон не рассматривала, но Интерфакс сообщает, что рассмотрит в ближайшее время. Россия действительно пыталась помочь Дональду Трампу выиграть выборы, заявили сегодня в Комитете Сената США по разведке. Делалось это по приказу президента Путина, говорят там, утверждает этот сенатор-демократ Марк Уорнер. Ну, я напомню, что Кремль все это отрицает. Вот что говорят в Сенате США. Мы знаем, что русские всегда пытались вмешаться. Они это делают уже с 60-70-х годов. Когда они удвоили усилия, давайте вспомним, что никогда ранее социальные сети не играли столь значительной роли в выборном процессе. И именно этим русские и воспользовались. Точно так же они воспользовались правом наших граждан на свободу слова. И теперь мы уверены, что никогда не позволим этому случиться вновь. Юридический комитет Сената опубликовал 2000 страниц показаний. Их давали люди из близкого окружения Дональда Трампа, в том числе его сын и зять. Обоих допрашивали о встрече, которая произошла летом 2016 года в резиденции Трампа. На ней присутствовал юрист из России Наталья Весельницкая. Американские исследователи предполагают, что она связана с Кремлем и обещала Трампу-младшему компромат на Хиллари Клинтон. По мнению Сенатского комитета, эти документы подтверждают, что команда Трампа координировала свои действия с высокопоставленными россиянами. А сам президент США неоднократно все это отрицал. Ровно год идет о расследовании вмешательства России в выборы президента США. Его возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. Комиссии удалось выяснить, что россияне с помощью социальных сетей агитировали против Хиллари Клинтона. Кроме того, некоторые приближенные Трампа солгали следствию о своем взаимодействии с гражданами России. Что еще установило расследование, знает Катерина Кочкина. Главный вопрос, который сейчас волнует американское общество, допросит ли спецпрокурор Мюллер действующего президента США. Дональд Трамп пока только нападает на Мюллера в Твиттере и нанимает все новых юристов. Например, Руди Джулиани. Бывший мэр Нью-Йорка активно высказывался в поддержку Трампа еще во время кампании. Это борьба инсайдеров с аутсайдерами. Дональд Трамп – кандидат-популист. Против него выступают в основном члены истеблишмента. Так что, если вы хотите перемен в Вашингтоне, голосуйте за Трампа. Джулиани говорит, что спецпрокурор не будет привлекать Трампа к суду. Этого нельзя сделать с действующим президентом. Пока в списке обвиняемых 19 человек. Среди них Евгений Пригожин, повар Путина и предполагаемый владелец так называемой «фабрики троллей». Спецпрокурору Мюллеру удалось выяснить, что принадлежащая Пригожину компания Concord Management & Consulting финансировала создание в соцсетях страницы групп, агитирующих против Хилари Клинтон. Всего в деле фигурируют 13 россиян и 3 российские компании, но они вряд ли предстанут перед американским судом. Между странами нет договора о выдаче. Другие фигуранты – бывшие помощники и советники Трампа Майкл Флинн, Пол Манафорт. В основном их обвиняют в финансовых махинациях и попытке обмануть следователей. Уже вынесен первый приговор. Штрафы 30 дней тюрьмы получил голландский адвокат Алекс Вандерзван, зять российского предпринимателя Германа Хана. Месяц назад ФБР провело обыски у Майкла Коэна, личного юриста Трампа. Он ответил в Твиттере. Испорченные отношения с Россией во многом вызваны фейковым и коррумпированным расследованием о России. Его возглавляют лоялисты демократической партии или люди, работавшие на Обаму. Больше всего конфликт интересов у Мюллера. Коллизии нет, вот они и сходят с ума. Потом журналистов увещевала пресс-секретарь Белого дома. Президент считает это охотой на ведьм. И мы уже столько об этом говорили. Если честно, я думаю, что медиа отвлекаются на эту историю каждый день уже целый год, вместо того, чтобы сконцентрироваться на самых важных проблемах нашего времени. Сам Роберт Мюллер хранит молчание. Его команда постоянно допрашивает новых людей и собирает информацию. На какой стадии находится расследование, неизвестно. Как и то, что по итогам может грозить американскому президенту. Даже если суд Дональду Трампу не грозит, компромат на него может оказаться в Палате представителей. Если демократы снова поднимут вопрос об импичменте. В конце прошлого года его предлагал техасский конгрессмен Эл Грин. В Латвии полиция безопасности завела пять уголовных дел на активистов партии «Русский союз Латвии». Эта партия выступает против перевода школьного образования на латышский язык. Ее лидеров обвиняют в разжигании межнациональной розни и в создании угрозы безопасности страны. Мария Андреева разбиралась, на какие деньги существует «Русский союз» и чем он занимается. Татьяна Жданок, лидер партии «Русский союз Латвии», только что вернулась после беседы в полиции безопасности. Она одна из подозреваемых по делу о выступлении против латвийского государства и организации массовых беспорядков. Это просто полный абсурд, если уже действительно собрание, причем в закрытом помещении, можно считать антигосударственной деятельностью. Жданок в течение 14 лет была депутатом Европарламента от Латвии. В 2014 году ее партия поддержала аннексию Крыма. Все последние годы активно сотрудничала с разными российскими фондами. В том числе с фондом защиты прав соотечественников за рубежом, созданным МИД России. По данным полиции безопасности и латвийских журналистов, с 2012 по 2014 год Жданок получила от этого фонда 224 тысячи евро. Партия эту информацию подтверждает. Согласно официальным финансовым отчетам, сейчас партия существует исключительно за счет пожертвований. Все расходования средств абсолютно законно. В основном все наши расходы покрываются за счет конкретных физических лиц. И конкретно еще более узко за счет доходов и зарплаты депутата Европейского парламента. Пусть кто-нибудь попробует доказать, что мы какое-то финансирование получаем, не предусмотренное законом. В партии говорят, что деньги тратятся на их здания книг, конференции и услуги юристов. Полиция располагает данными, что Русский союз Латвии представляет интересы Кремля, за что, возможно, ее активисты тоже получают деньги. Но подтверждения этой информации в открытых источниках нет. То, о чем никто не будет говорить и никто не будет информировать вас, это часть, из-за которой им интересуется полиция безопасности. Но я думаю, они будут молчать и полиция безопасности будет молчать насчет этой части денег. Недавно латвийский парламент одобрил перевод школ на латвийский язык обучения. Активисты партии проводили акции протеста и пикеты. Кульминацией стало Вселатвийское родительское собрание. Выступления на этом собрании и стали причиной уголовных дел. Все, что нам остается, на самом деле, это создать для власти, и не побоюсь этих слов, для латышского народа, не надо этой всей политковетности большой, такие условия, при которых бы они сочли опасную продвижение вот этой реформы, они бы сочли это опасно, надо создать угрозу. Угроза, да, другого, а какую еще, да? Владимир Линдерман, бывший национал-большевик, глава общества за родной язык, был арестован по обвинению в разжигании национальной розни, а еще за действия, направленные против независимости Латвии и за организацию массовых беспорядков. Татьяну Жданок после беседы в полиции безопасности выпустили на свободу. Под арестом сейчас остается Линдерман и еще один активист Русского Союза Александр Гапоненко. Мария Андреева, Алексей Иванов, Латвия, Рига. Германия получила формулу новичка еще в 90-е годы. Это выяснили журналисты газет «Дитсайт» и «Дзюдочи Цайтунг», а также телеканалы ВДР и НДР. Они установили, что образец яда, которым в марте в Солсбери был отравленный эксполковный груз Сергей Скрипаль и его дочь, вывез на Запад сотрудничавший со спецслужбами российский ученый некий. Что об этом думает один из разработчиков российского новичка Владимир Углев? Спросим у него прямо сейчас. Владимир, здравствуйте. Может ли это все быть правдой? Я, откровенно говоря, своего мнения здесь не имею, потому что для того, чтобы что-то утверждать или отрицать, нужно хотя бы владеть какой-то информацией. Давайте по-другому тогда я задам вопрос, извините. Для чего Германии, Британии, Чехии или любой другой стране в мире, может быть, даже Америке, может понадобиться эта формула, чтобы производить или чтобы опознавать? Да нет, это уже давно стало ясно, что химическое оружие для стран, обладающих ядерным вооружением, оно совершенно лишнее, ни к чему. Просто оно малоэффективно по сравнению с ядерным оружием. И дело в том, что с ним будет намного тяжелее обращаться. Попробуйте, привезите там, допустим, химические боеприпасы к линии фронта. Они же не будут использоваться в стратегических ракетах. Это, как правило, тактическое оружие, поэтому... А в чем трудность привезти, извините, к линии фронта боеприпас химическим оружием? Взял и привез. Ну, а если оно по пути попало под бомбежку, то будет заражена своя территория. Ага, понятно. А можно, кстати, привезти это вещество через границу в аэропорте? Или сработают какие-то датчики? Нет, не сработают никакие датчики. Это вот полоний-210, и там, да, они, так сказать, по всей Европе наследили. Скажите, пожалуйста, а вы боялись российской химической программы на Западе иностранной разведки, и вообще иностранные правительства в 90-е годы? Ну, наверняка, это, в общем-то, задача любой разведки. Искать пути, чем обладает твой, так сказать, потенциальный противник. И я еще в середине 90-х говорил о том, что наверняка химики тем или иным путем смогут получить эти вещества. А вы представляете себе, кто бы мог из ваших коллег? Нет, понятно. Кто бы мог уехать с таким вот формулой, вы ответили на вопрос. Вы знаете, это может быть человек, который совершенно не имеет даже допуска к этим работам. Допустим, занимался какими-то прикладными исследованиями, типа, допустим, поиском в каких-то медицинских центрах антидотов или профзаболеваний, если мы же поставляли в разные институты, образцы. И поэтому это может оказаться любой человек. Но это дело уже спецслужб, тут я бессилит что-либо сказать. То есть новичок в разные институты поставляли, я уточнить хотел? Ну, конечно. Дело так в том, что вообще-то по инструкции запрещается работать веществами, против которых нет антидотов. То есть мы эту инструкцию нарушали много лет. Потому что антидота, насколько я знаю, как не было, так и сейчас нет. Насколько я понимаю. Это настолько сильный ингибитор и холиостразы, что я не знаю, что может являться реактиватором его. А можно, кстати, вот будь там, я не знаю, киллера, время или желание, можно сделать новичок сейчас в современных условиях поближе к жертве, а не возить его издалека откуда-то? Ну, тут все зависит, так сказать, не от того, где находится жертва, а от того, где находится база для получения этого вещества. Понимаете, это, в общем-то, намного более сложные вещества, чем, допустим, зарин или заман. Ну, заман, хотя тоже довольно-таки трудно получить. Но, по крайней мере, те продукты, они приятны. У меня есть два последних вопроса для вас. Если позволите, когда вы работали над новичком или над другими боевыми отравляющими веществами, у вас в распоряжении были каталоги химических веществ, которые есть, условно говоря, у потенциального противника? Наши спецслужбы собирали такие формулы? Делаться даже не собирали, а, так сказать, различные химические концерны, они сами предоставляли нам свои рекламные проспекты, чтобы мы могли заказать. Потому что очень много исходных веществ в Советском Союзе. Или получали сами от ноля, или заказывали, допустим, на Западе. У нас химическая база была очень слабая. Понятно. И скажите, а вот Скрипаль и все, что с ним сейчас произошло, вот что сейчас уже известно о нем, после того, как он вышел из комы, все это попадает пока, на ваш взгляд, в версию об отравлении новичком? Если можно, коротко ответьте на это, Владимир. Да, конечно. Вот ту информацию, которую я владею, подтверждает, ну, практически на 100%. Это был новичок. Ну, так называемый новичок. А конкретно вещество А-234. Понятно. Спасибо большое, Владимир Углев. Спасибо большое за ответы на мои вопросы. Суд в Херсоне вынес решение арестовать на два месяца руководителя портала Реановости Украина Кирилла Вышинского. Напомню, ему вменяют в Украине государственную измену, подрывную информационную деятельность и антиукраинскую пропаганду в интересах России. Кирилл Вышинский был задержан сотрудником СБУ 15 мая в киевской редакции Реановости Украина. Служба безопасности провела обыски. По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро и деньги перечисляли через Сербию. Своей вины задержанный журналист не признает. Гендиректор холдинга России сегодня Дмитрий Киселев заявил, что планируется усилить адвокатскую команду для Вышинского. В ОБСЕ ранее выразили обеспокоенность задержанием в Киеве Вышинского, а в СБУ заявили, что по делу Реановости Украины допросит 47 человек, им уже разослали повестки. Международный, но не повсеместный, как говорится. Активистам ЛГБТ-сообщества и Открытой России запретили провести во Владивостоке пикет, приуроченный к Международному дню борьбы с гомофобией. Заявки на проведение этой акции отправились дважды. И оба раза они были отклонены. Местные власти напомнили организаторам о том, что в России запрещена пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. Также администрация Владивостока предупредила, что если несогласованное мероприятие все-таки будет проведено, его участники и организаторы могут быть привлечены к ответственности. Я напомню, что по закону в России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений наказывают административным штрафом или арестом. А в Грузии сегодня, в Международный день борьбы с гомофобией, отмечают День защиты сплоченности и святости семьи, и, разумеется, семьи традиционной. Этот праздник был учрежден несколько лет назад грузинской православной церковью как ответ на выступления ЛГБТ-активистов. И сегодня противники однополой любви устроили массовые шествия по городу. В свою очередь, ЛГБТ-активисты в Грузии и правозащитники от шествия отказались. Из Тбилиси репортаж с Диадом Чедлишвили. Иконы, кресты и грузинские флаги – обязательная атрибутика шествия, пропагандирующего традиционные ценности, в первую очередь семью. Ежегодно в этот день на улицы Тбилиси выходят сотни, а то и тысячи сторонников традиционных ценностей. Чистота и сплоченность семьи имеют огромное значение не только для людей, но и для страны. Чем чище и крепче семья, тем сильнее наше государство. Поздравляю всех с сегодняшним днём. В первую очередь, сегодня праздник Вознесения, и он совпал с Днём защиты сплоченности и святости семьи. Здесь прекрасная атмосфера, нас благословил патриарх. И думаю, этот день должен объединить всех жителей нашей страны. Без традиционной свастики, но с нацистскими приветствиями. На улицы Тбилиси сегодня вышли и ультраправые за чистоту семьи и, по всей видимости, нации. Правда, их было немного, до 20 человек. К основному шествию националисты присоединяться не стали. Пожаловались перед журналистами на полицию и разошлись. В последние годы ЛГБТ-активисты несколько раз пытались выйти на улицы, и каждый раз им приходилось спасаться от разъярённых поборников традиционных ценностей. В 2013 году акция представителей сексуальных меньшинств превратилась в беспорядки и побоище. В этом году ЛГБТ-активисты и защитники их прав предпочли не рисковать. Мы наблюдаем беспрецедентную мобилизацию вражески настроенных по отношению к нам групп, в числе которых патриархия Грузии. Также фашистские организации, по поводу которых есть все основания полагать, что они сотрудничают с российскими спецслужбами. Мы допускаем, что они попытаются устроить беспорядки и спровоцировать гражданское противостояние. Поэтому мы приняли тяжёлое для нас, но консолидированное решение отказаться от проведения акции, которую мы планировали у государственной канцелярии. Тем не менее, некоторые активисты и правозащитники всё же изъявили желание выйти на улицы с одиночными пикетами. Полиция пообещала обеспечить их безопасность. Основная акция ЛГБТ-сообщества на этот раз виртуальная. Люди, поддерживающие борьбу с гомофобией, сегодня чекенятся у здания парламента Грузии. Там, где им пока ни разу не удалось провести акцию публичную. Звятым Чедляшвили Георгий Чумбуридзе специально для настоящего времени ввелись Грузия. На сегодня последнее. РБК узнал, насколько и когда вырастет пенсионный возраст в России. 63 года для женщин, то есть на 8 лет позже, чем сейчас, и 65 для мужчин. Это вариант Министерства финансов. По версии Минтруда, женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Повышение может начаться с 2019 года, это сообщает источник РБК. Обо всем этом завтра подробнее вам расскажет Ренат Давлитгильдеев, а я вернусь в эту студию уже в понедельник. Прощаюсь с вами, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова